Глядя на эту маленькую очаровательную девочку, только что пришедшую в сознание от ожогового шока, невольно думаешь о невероятной боли, которые ей пришлось пережить. По словам матери, ребенок упал ведро с кипятком, который приготовили для купания. Реанимационная бригада санавиации доставила Киру и ее маму в единственное в области ожоговое отделение Запорожской городской клинической больницы экстренной скорой медицинской помощи, где анестезиологи, комбустеологи и другие специалисты отделения боролись за ее жизнь. У малышки повреждено 40% кожи. Прогноз на выживание, скажем, хороший, на полноценное выздоровление пока невозможно сказать. Речь идет сейчас о сохранении жизни и неизвестно, будет ли оперативное вмешательство. Возможно, будет. Возможно, мы обойдемся без операции. Сейчас Кира Матвеева находится в специальной палате, где поддерживается температура, влажность и стерильность, необходимые для выживания таких пациентов. К сожалению, и единственная детская специализированная кровать, клинетрон, находится в ремонте, который в связи с недостаточным финансированием больницы может затянуться надолго, говорит заведующее отделением. Но медики стараются создать все условия для скорейшего выздоровления девочки. Помогли буквально всем, не только доктора, но и девочки, которые лежат, соседи. Потому что, честно, мне кофточка, это тоже девчата подарили, потому что мы буквально без ничего сюда приехали. Естественно, нужна волонтерская помощь. Все, начиная от подгузников и заканчивая серьезными антибактериальными препаратами, такие как ТИИНАМ, ТЕЙКОПЛОНИН, нужны доноры пациентке для проведения ежедневных плазмоферезов. Несчастье может случиться в любой семье. Но когда это происходит вдали от дома, только участие неравнодушных к чужому горе у людей поможет его преодолеть. Всех, кто может помочь маленькой Кире, просят обращаться в ожоговое отделение Запорожской клинической больницы экстренной скорой медицинской помощи. Здесь, в отделении переливания крови, можно сдать донорскую кровь. При себе необходимо иметь паспорт.